Незнакомые люди звонят вам на телефонный номер, на сотовый телефон, на домашний. То есть, получается, говорят, что ваш родственник, либо какой-то родной человек попал в беду, и вам нужно, чтобы решить этот вопрос, перевести некоторую сумму денег на какой-то телефон, либо на счет. То есть, получается, человек приходит в банк, переводит на счет, а на самом деле он переводит деньги мошенникам. Такие беседы для представителей силовых структур – не редкость. Необходимость в подобных рейдах возникает тогда, когда на горизонте появляются мошенники. Они вымогают деньги у незащищенных слоев населения, в основном пожилых людей. Задача участковых – предупредить пенсионеров о грозящей опасности. Суммы колеблются, бывает и 10 тысяч, и 20, и 30, ну, доходит и до 100, и до 150 тысяч. Мошенники очень психологически подкованные люди, то есть, им, тем более, с пенсионерами работать очень даже просто. Тем более, бабушки, они, сами понимаете, кто-то может уже и не может контролировать свои действия. То есть, они соберут все, что они, так сказать, скопили за годы своей жизни и могут запросто это все перевести. О том, как действовать в таких ситуациях, казалось бы, знает каждый. Первым делом задать мошеннику несколько наводящих вопросов и перезвонить попавшему в беду родственнику. Однако, застегнутый врасплох человек не всегда действует рационально. К ней стали поступать звонки. Поступает и поступает. Вот ваш внук попал в такую ситуацию, вот вам надо перевести 80 тысяч рублей. Бабка побежала, перевела эти деньги. И думает, ну что, и никому не говорит. Если сказали, что не надо никому говорить, что это дело все это самое, куда-то он в аварию попал или что-то такое. Процент раскрываемости подобных преступлений незначительный. Даже по горячим следам вернуть средства практически нереально. Эта проблема была актуальна всегда, но в последнее время она приобретает все более и более степень остроты. Потому что телефонное мошенничество, увы, меньше не становится. И наоборот, оно становится все более и более разнообразным. И степень воздействия на потенциальных потерпевших, она бывает иногда настолько высока, что эти люди даже свято верят в то, что они действуют правильно. Представители правоохранительных органов напоминают, что если вы столкнулись с мошенниками, необходимо сразу обратиться в полицию по телефону 02 по мобильному 102. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.